Республика Хакасия Верховный совет Хакасии тогда, в 1995-м, выражал волю многонационального народа, проживающего в республике, исходя из высокой ответственности перед нынешним и будущими поколениями. В основу Конституции Республики Хакасия была положена Конституция Российской Федерации, действующая в то время, принятая в декабре 90-го, а потом уже самая новая Конституция, декабрь 93-го года. В то же время в Конституции Республики нашли отражение местные особенности, обусловленные географическими, историческими, национальными и другими условиями. Статья 39 Конституции Хакасии. Каждый имеет право на образование. Статья 37. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Статья 25. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Конституция с рождения гарантировала жителям Хакасии права и свободы, в том случае, если они не ущемляют права и свободы других граждан. Кстати, многие сегодня забывают, что у каждого по закону есть и обязанности. Беда, наверное, в том, что на сегодня наши граждане, к великому сожалению, наверное, в соответствии с проведенным мониторингом, не все читали когда-либо Конституцию, не знают свои права это раз, а во-вторых, надо знать свои обязанности определенные. То есть, то, что на сегодня, будем говорить, власть обеспечить должна соблюдение Конституции в социальных гарантиях, но мы должны и знать, что мы обязаны для этого тоже делать. Перечни обязательств, к примеру, уплата налогов, сохранение природы и даже защита Отечества. Статья 28 Конституции Хакасии. Граждане Российской Федерации в Республике Хакасия имеют право быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Принятие Конституции Республики дало, прежде всего, толчок к тому, что на территории Республики, как субъекта Российской Федерации, стала формироваться подлинная демократическая открытая система, которая позволяет реализовать конституционные права граждан, право избирать избранным, участвовать в референдуме и так далее. Поэтому роль Конституции Республики в становлении избирательной системы действительно очень важна и социальным задачам. Интересные цифры выдает статистика. За 20 лет в выборах приняли участие сотни тысяч жителей Хакасии. Республика пережила более 380 избирательных кампаний. Пять раз выбирали президента России, четыре раза главу региона, пять раз Верховный Совет Республики. Средняя активность избирателей всегда более 60%, а значит, больше половины успешно реализуют свое право избирать, заложенное в Конституции. В статье 30 Конституции Хакасии каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности. Не допускается монополизация и недобросовестная конкуренция. Именно основной закон заложил 20 лет назад нормы для создания устойчивого экономического законодательства, а значит и всей экономики республики. В ней отражены достаточно серьезно все аспекты социально-экономического развития и очень хорошо очерчен круг самостоятельности и серьезности такого уровня, как, например, муниципальное образование, что дает им право иметь, так сказать, собственное не только экономическое, но и инвестиционное развитие, что очень немаловажно. И в этой связи можно сказать, что все 20 лет Хакасия планомерно, постепенно развивалась в очерченной конве. В статье 72 Верховный Совет Республики Хакасия является постоянно действующим высшим представительным и единственным законодательным органом государственной власти Республики Хакасия. Несмотря на то, что Конституция Хакасии в большинстве статей повторяет основной закон Российской Федерации, нашим парламентариям есть чем гордиться. 20 лет назад им удалось создать и принять действительно уникальный документ, отражающий самобытность и самостоятельность республики. Ни в одном документе Конституции Российской Федерации вы не найдете, что высшим законодательным органом Республики является Верховный Совет Республики Хакасия. Эта норма исключительная только наша, и обращаю внимание, ни в одном субъекте Российской Федерации такого наименования вы не встретите. Статья 4. Конституция Республики Хакасия применяется на всей ее территории. С момента принятия Конституции сам процесс не остановился. Специалисты говорят, главный закон, как живой организм, меняется вместе с обществом, совершенствуется путем внесения поправок. За 20-летний период действия нашей Конституции в нее внесено 204 поправки. Эти поправки изложены, содержатся в 16 Конституционных законах Республики Хакасия. Ну, довольно приличное количество. Поправки вносились практически во все разделы Конституции. Изменения чаще всего были вынужденными. Наше законодательство приводили в соответствие с федеральным. И каждый раз, признают авторы документа, эти изменения были болезненными. Существует некая правовая аксиома. Стабильная Конституция – более важная ценность, чем совершенная Конституция. А значит, главная задача сегодня – сохранить и следовать основному закону Хакасии, тому, что был создан и принят 20 лет назад, и тому, под крылом которого сегодня живет Республика. Субтитры создавал DimaTorzok